Итак, сегодня мы говорим немножко о нейтрино. Постараемся понять, какие проблемы связаны. То есть обычно все рассказывают о том, как это замечательно, что мы так хорошо познаем мир, какая великолепная наука физика. А мы будем пытаться понять, какие именно проблемы здесь существуют. Откуда появилась такая загадочная частица нейтрино? Кстати, замечу, что журналисты придумали для Базона Хикса имя частицы Бога. Ничего подобного. Я бы лучше, вот частицы Бога, сохранил бы за нейтрино. Потому что нейтрино гораздо большим основанием претендует на этот почетный высокий титул. Значит, нейтрино. Откуда оно появилось? Вообще говоря, мы знаем про альфа, бета и гамма распады, что у нас ядра распадаются таким образом. Альфа – это означает, что ядрогелия 4 вылетает. Гамма – это гамма-квант высоких энергий. Вот от 100, скажем, килоэлектрон в вольт. И бета распад – это когда у нас вылетает электрон. И вот альфа и гамма распады были распады как распады. Это означает, что частицы, которые вылетали, обладали дискретной энергией. А в то время как бета распад вел себя совершенно странным образом. У тебя электроны вылетали не какой-то конечной энергии, а в то время разные. И стала большая проблема тогда соблюсти закон сохранения энергии – это раз. А второе самое главное – объяснить недискретный, то есть непрерывный характер спектра вылетающих электронов. Ведь, например, спектр в гамма-излучении для возбужденного ядра уносит дискретный характер. И альфа-частицы тоже вылетают дискретным образом, то есть дискретной энергией, то есть имея определенного. И определенные дискретные порции энергии, которые повторяются. А бета-частица, то есть бета распад или попросту электрон, он всякий раз имел непрерывный спектр. Поэтому долго мучились, и Паули в конце концов, по-моему, в 30-м году ввел представление о нейтрино. Она состояла в следующем, что у нас вылетает не одна частица, а две. То есть у нас нейтрон распадается на протон плюс электрон, плюс какая-то еще гипотетическая частица. На сегодняшний день ее принято считать античастицей, антинитрин, и обозначать вот таким значком. То есть вот этого рода вещи. И, разумеется, начались громадного рода попытки ее поймать. Мы понимаем, что такое прямой эксперимент. Берем бета распад и смотрим, что у нас вылетело. А электрон вылетает, протон вылетает, мы это все видим, а третья частица, то есть нейтрино, нет никаким образом. Она получается гипотетической. И это очень тоже странно. Но в конце концов физики разобрались и решили, что эта частица очень плохо взаимодействует с веществом. Но то, что она плохо взаимодействует с веществом, тем не менее, приводит к такой странной концепции, которую правильно назвать нейтринной смертью Вселенной. Ведь бета распад очень распространен. Все, куда мы не сунемся, все у нас распадается бета способом. У нас свободный нейтрон распадается бета способом. У нас нейтронно-избыточные ядра, захватывая электрон, превращаются в нечто другое. Опять это бета распад. Куда не сунемся, это один из самых распространенных видов. А его продукт с веществом практически не взаимодействует. Поэтому стоит ожидать, что полиз на неравном, у нас сюда распадается до такой степени, что у нас весь мир превратится в одного большого нейтрино, который будет лететь без конца и без края, пролетать через все, ничем не взаимодействовать. И никакие... Нейтрины не вступают обратно в какие-то взаимодействия? Вступают, вступают. Но настолько слабо. Если у тебя бета распад все время у нас везде встречается, и везде у нас вылетает нейтрино, то гипотез состоит, что нейтрино очень редко вступает в взаимодействие с веществом. То есть, примерно до 1955 года установить это никак не удавалось. Это связано с так называемым сечением реакции. Сечение реакции для нейтрино равно 10 минус 43 сантиметра квадратных. Это очень маленькая величина. Характерный размер ядра 10 минус 28 метр квадратных. Что это означает? Вы представляете, да? Здесь сантиметры еще, к тому же. То есть, не метр даже, а сантиметр. А здесь еще, если в сантиметрах я набираю 4, будет 10 минус 24. Нет, почему? Сантиметр, 100, да, 4 порядка, да? Все правильно, сантиметр. Вот. Это так называемый барм, несистемная физическая единица, которая приблизительно говорит нам о размерах ядра. То есть, это как бы эффективный диаметр частицы, которая взаимодействует. И вот, поскольку она на 20 порядков меньше, то есть, вы представляете, да, что есть наш... Усобенно говоря, чтобы попасть в такую маленькую копеечку, это 10 минус 43. Но вот на такой расстоянии, где 10 минус 24, можно представить, какая должна быть вероятность. Нет, это значит, чтобы попасть именно в копеечку, вот в такую маленькую, 10 минус 43. Это ни при чем. Это при чем, если мы попадали бы в обычное стандартное ядро. Вот стандартное ядро, примерно, вот в таких размерах обычных реакциях. Но оно тоже зависит. Например, реакция нейтронного поглощения для гафни, это 100 барм. Близко к нему церковни, 1 барм. Поглощение диетерием нейтрона, она измеряется в милибармах. Порядка. Вот такая она эта вещь. То есть, мы всегда, когда работаем с ядерными реакциями, мы крутимся вокруг вот этой внещины, то есть, вокруг барма. Все время. А нейтринок оказывается из другого мира. Нейтринок мало по отношению к ядерному размеру получается, примерно так же, как мир мало по отношению к нам. Ну, какое вот у меня сечение? Ну, наверное, может быть метр, может быть пол. А погрешность измерения какая здесь? Может быть, нейтринок находится в рамках погрешности измерения? Нет, реакция эта идет. Эта реакция идет. Вот. Оказалось. Поэтому многие начали говорить, что нейтринок существовать не может. И действительно, оно показывает всю прелесть современной физики. Вот оно все распадается, а прямой эксперимент поставить здесь невозможно. Никак. Потому что взяли нейтрон, расщепили, а нейтринок мы не поймаем. Ну, не поймаем мы его. Поэтому был предложен в 55-м году следующего рода эксперимент по его ловле. Значит, он был предложен каким образом? У нас очень много воды. В воде там у нас есть протоны. К протонам прилетает нейтринок. Таким образом, что у нас получается нейтрон плюс, значит, соответственно, позитрон. Вот так. Вот такая реакция. Поскольку сечение очень маленькое, то оно идет очень плохо. Поэтому предложили такой эксперимент. В этот самый бак с водой подмешали кадмия. А кадмия у него что? У него свойство в том, что он очень хорошо захватывает нейтроны. И обложили его полностью фотоумножителем. У нас что происходит? Прилетела нейтрино. Производился с протоном, тот самый, который ведал водород. Водород входит в состав воды, да? Все провзаимодействовало. И он после этого начинает аннигилировать с электронами, с ближайшими, которые у него там есть. И у нас происходит излучение двух гамма-квантов, проходящих в противоположном направлении. И мы фотоумножителем вот это событие проверяем. Но спрашивается тогда, как мы узнаем, что реакция именно эта стоит? Что это не случайное какое-то образование позитрона? А в том, что здесь у нас вылетает одновременно нейтрон. Нейтрон поглощается к кадмиям. И кадмий распускает несколько фотонов суммарной энергии, 9 мегаэлектрон-вольт. И мы их делаем. То есть мы сначала видим парную вспышку. И после этого мы видим, что у нас оказывается еще несколько фотонов очень высокой частоты. Игорь, а почему у нас еще происходят двухфотонные объединения с электронами? То есть у нас вообще не один фотон. А почему она одна фотонная происходит? Должна происходить. Ну, как бы играли от места у них другого, или есть как-то не нулевое. Ну, вообще говоря, когда у тебя есть E плюс, E минус, то у тебя должна быть, по сути, чтобы они в центре масса находятся, чтобы у тебя был закон сохранения импульса саблюстики, у тебя должны гамма-кванты разлететься в противоположном направлении. Их суммарная энергия будет равна вот их дефекту масс суммарной, а импульс будет противоположный. Поэтому у тебя не один гамма здесь у тебя происходит, на мой взгляд, а происходит вот именно так, как происходит. Это не одновременность или вспышки? Нет, сначала у тебя идет гамма, да, две вспышки. Подожди, а почему у тебя центр масс, допустим, условно говоря, ну, предположим, что электрон покоится в системе, позитрон у него летает. Центр масс у тебя движется точно так же? Так же, точно так же будет дефицит. Нет, нет, я этим вопросом тоже недавно задавался, и в очередной раз убедился, что я плохо знаю физику. Вот, например, есть такой вот эксперимент, ты знаешь, да, что у тебя позитрон фиксируется в пузырьковой камере. Фиксируется. Спрашивается вопрос, а как же он фиксируется, если он аннигилирует совсем чем подряд? Так вот, ответ состоит в том, что он нифига не аннигилирует чем подряд, просто так он не аннигилирует, ничем не может. Что у тебя реакция происходит следующим образом, что сначала он вступает в реакцию с электроном, образуя некий мезоатом, позитронный так называемый. Электрон и позитрон, они вращаются вокруг общего центра масс. И потом он живет достаточно много по атомным меркам, вот этот атом, он уже аннигилирует. Понимаешь, да? То есть поэтому вот эта реакция, что он пролетел, и с чем-то там аннигилировал, невозможно. Процесс носит совсем другой характер. У тебя действительно центр масс, оказывается, что покоится. Ну, потому что позитроний. Вот это странный такой эффект. Именно этот эффект позволяет фиксировать следы пролета позитрона во всевозможных физических приборах, типа пузырьковой камеры. Что такое пузырьковая камера? Перекретый пар, в нем пролетает какая-то частица, и эта частица является источником, значит, конденсации пара. И мы видим треки, соответственно. И мы от позитрона видим треки, самое что интересно. Мы их можем помещать в магнитное поле, помещать в электрическое поле, смотреть, как они закручиваются. Из этих представлений мы можем понять, какой у него есть заряд, какой у него спин, все это можем мерить. Но очень интересно, что он при этом не аннигилирует вся среду, нисколько. Ему для этого, для того, чтобы аннигилировать, ему надо лететь, лететь, потом встретить, наконец-то, электрон, с которым может образовать вот этот позитроний. И после этого только он аннигилирует. Притом живет он по атомным меркам настолько больше, что настоящий момент химия вот этого самого позитрония, химия именно, атома, она хорошо изучена. Вот такая вот есть модная вещь. Вот. Значит, вот такой эксперимент. Но давайте мы на него еще раз взглянем, просто есть ли у нас какая-то критика этого эксперимента. Ведь в чем смотрите, в чем получается. Может быть так получится, что протон произомодействовал с каким-то другим, другой частицей. Или нет? Я еще раз повторяю. К сожалению, для обнаружения нейтрина, мы должны этот результат фиксировать, у нас нету прямого эксперимента. Вот не можем вот эту реакцию взять и померить. Не можем. Потому что мы никогда его не поймаем. У него вероятность очень маленькая. А там они делают следующим образом. Они распрещали вот этот, вот этот не канисту, а этот бак или какой-то цилиндр из этих. Ну, я, что такое нейтронный водный детектор, для примера скажу. Вот, например, под Токио есть, в 300 километрах от этого. На Бальтале есть. Да. Значит, это шахта, бывшая цинковая, километр в глубину, и в нем стоит бак воды высотой 50 метров и диаметром 20. Вот такая вот эта вещь. И они там сидят и ловят в год по несколько нейтрина. Несколько штук все. 50 метров высотой? 50 метров высотой, да, по 20 метров в диаметре. И обложенные датчиками, там 12 тысяч датчиков, которые, фотоумножители, когда там попадает на них свет от подобного рода реакции, они их замечают и делают. Вот есть одно из... Почему на высокой глубине? Потому что считается, что вот через это ни в коем случае другие частицы не пробиваются. У нас есть, например, такая нейтринная обсерватория на дне Байкала. То есть это система датчиков, которая опущена на дно Байкала. Почему? Потому что там толстый свет, толстый слой воды порядка 3 километров, он все остальные частицы задерживает, а нейтринные только пролетают. Тогда фона у тебя нет. А они размещали здесь около ядерного реактора. Когда мы включали реактор, то у них был отсчет. Они вот такую реакцию видели. Реактор выключали, у них отсчета практически не было. Я хочу обратить внимание, что нейтринная астрономия, то есть нейтринная оптика обладает всеми признаками современной физики. То есть ловят какую-то незаимодействующую почти ни с чем хрень, какую-то маленькую, никому неизвестную, при помощи чрезвычайно дорастающих установок, от 100 миллионов долларов до нескольких миллиардов, которые стоят. И группами, каждый этот отсчет, ученых, командов, куда входит тысяча человек. То есть мощная индустрия жрет деньги по-страшному. А в результате мы имеем буквально несколько вспышек. Я сегодня буду говорить, в какой порядок величин примерно получается. Мы сейчас будем обсуждать о вспышном. Вот. То есть, ну вот еще раз я на эту точку зрения. Мне вот этот, по крайней мере, я что-то на него, этот эксперимент смотрел, он для меня почему-то кажется убедительным. У меня есть ощущение, что вот этот эксперимент все-таки речь идет о нейтрино. То есть вот есть протон, он взаимодействует с нейтрино, образуется нейтрон плюс позитрон. Позитрон аннигилирует, ну мало ли от чего позитрон делается. Надо, чтобы вместе с нейтроном он образовался. А нейтрон к адмиам ловим, и он тоже испускает из себя несколько фотонов определенной частоты. Мы понимаем, мы поймали его. Ну, кажется так, да? Ну, косвенно, но он очень-очень похож. Я буду продолжать о проблеме. Ну, вот я косвенно, косвенно вам косвенно. Теперь... В основном состоит из косвенных экспериментов. Прямо определить его не можем никак. Это вот, когда мы говорим о нейтрино, мы должны это твердо понимать. Какие с ним связаны фундаментальные проблемы с нейтрино? Значит, проблема следующая. Это проблема лептонного заряда. Вторая проблема, проблема нейтрино-массы. И третья проблема, самая фундаментальная, это сверхсветовой скорости нейтрино. Остарение нейтрино. Что значит старение? Ну, по-моему, что нейтрино одно выпускается, а вдолетает другое. А, это не старение нейтрино, это называется нейтринная осцилляция. Когда у тебя есть нейтрино трех видов, я об этом тоже буду говорить. Почему я о нем только что не сказал? Потому что это то же самое, что проблема массы нейтрино. Показано, что нейтринная осцилляция происходит только тогда, когда нейтрино имеет массу. Вот давайте я начну с самого интересного, с нейтринной, это значит, с нейтринной скорости света. Мы же все понимаем, что если у нас есть какая-то частица, то она не может двигаться со скоростью света. Если она движется со большей скоростью света, то она, так называемый, это хион. Никто о них никогда не знал. Во-первых, до скорости света могут достигать и частицы с нулевой массой. Да? Тоже понимаем понятным причинам, потому что в знаменателе стоит известный лоренцовский множитель, который делает попытку разогнать, который говорит, чтобы на массе разогнать частицу равной массе, до скорости света. С некой ненулевой массой разогнать до скорости света, если масса не равна нулю, то надо приложить бесконечное количество энергии. А чтобы преодолеть вот этот сверхсветовой барьер, это вообще невозможно, потому что у тебя множитель внизу, он становится комплексным. Да? Ну вот этот множитель такой. Вот этот множитель нецелет за квадрат на С квадрат. Ты его разгонишь здесь, у тебя это множитель будет, ну, точная величина, это будет отрицательно. И все это было хорошо до 87-го года, когда неожиданно в нашей одной из российских нейтринных обсерваторий обнаружили пять нейтрино. Это было ужасное количество, что они в течение нескольких минут нашли целых пять нейтрино. Да они за год не намного больше находят. А тут ба-бац! Нашли пять нейтрино. Все сидят и думают. Потом проходит, значит, а значит, это было 23 февраля 1987 года. Я понимаю, что это просто наши десантники долетели до Альфа-Центавра и решили строить ферверк. На самом деле. Потом, значит, детектив, он состоит в следующем. Потом сидят, три обсерватории, где-то часа через два с половиной зафиксировали еще нейтрино. Притом очень много. Они их зафиксировали на трех, аж 20 штук. Это тоже невиданное количество. 20 нейтрино, причем это произошло в течение 13 секунд. То есть вообще чудеса какие-то. Все сидят, ждут, ничего они не делают. А вот, про которые я сегодня говорил, в СНКВ-шарте находится, она еще нейтрино-обсерватория позволяет определить радиус. Ну вот куда-то конусом такой 20%. И через три часа начинаются чудеса. Начинается излучение сверхновой. Оказалось, что вот сверхновая вот с этим номером, СН-1987 год, она взорвалась. На этом был голубой гигант, сверхгигант даже, голубой гигант, и он взорвался. И свет до нас дошел. Но это не страшно. И получается, что он находится в конусе, он находится в большом Магелановом облаке в созвездии. Значит, это порядка 150 тысяч световых лет до нас. И получается, что у нас нейтрино пришло первый пучок на 5 часов до света, а второй пучок, который уже трепсил отверстили, за 3 часа до света. А как привязали? Ну вот. Очевидно, не. Он попал, во-первых, в этот конус, а во-вторых, вот это было такое некое единое событие, которое связано было с нейтрино. Знаю, в чем здесь дело? Еще когда полагается, что когда взрывается сверхновая, уже было из теории известно, что там идет вспышка нейтрино. Есть некоторые сверхновые вызываются таким образом, что у них вся энергия выносится нейтрино. Вот для этого взрыва посчитали, что 10,58 штук должно было улететь нейтрино. Вот такой энергии при 10,46 джоулей. Поэтому было интересно связать, что именно вот эта вспышка нейтрино, это оказалась вспышка нейтрино, а именно взрыва этой сверхновой. Но вот это же катастрофа. Это означает, что нейтрино летит со скоростью выше скорости света. Как такое может быть? Ну как? Ну физики, будучи опытными ребятами, вышли быстро из этого затруднения. Они сказали, что у нас физика сверхновых устроена таким образом, что сначала она воплевывает нейтрино, а потом ждет, ждет, ждет и взрывается. Потом вот цветовый вот этот сбор происходит. Это вот подобного рода вещь. Поэтому очень интересно сейчас подождаться, найти где-то какую-то новую, достаточно близко расположенную сверхновую и посмотреть, что у нее будет с нейтрино. И все было бы так спокойно, с этим дело справились, сверхсокрай, скорость невозможна, все это глупости, все вот, такой вот эксперимент, один уникальный, который повторить нельзя 23 февраля 87 года. Но мы знаем, что появился проект так называемая ОПЕРА, а вот почему они такие очень интересные, я даже не знаю. Вот только что работал ОПЕРА, это проект по работе с нейтрино. Только что искали гравитационные волны, проект назывался вот так. БИСИП. Вот. Как вам такая аббревиатура? Ну вот. Это вот вам так пишется, это не шутка. Ну. Час. Жилье было за это время каких-то взрывских новых, на которых можно посмотреть. Ну. Вот. Это только-только что. Значит, что я вот по поводу вот этого хочу сказать-то, То есть, вот так у нас получилось ОПЕРА. И там мы все знаем, что это была ситуация некоторой сенсации два года назад. Она состояла, что там стоял реактор в Цельне, да? Там, где большой Адрон Николандии. А потом дальше в Италии стояло место, значит, стоял нейтринный детектор. И было понятно, что вот здесь у нас выходят пачки нейтрино с каким-то там, через какое-то время они как-то пусками. И здесь мы их не регистрировали. Регистрировали там немного, тоже несколько штук. Но они были связаны с чем? С чем? Потому что вот это расстояние получалось, куда приходили нейтрино, это расстояние, здесь порядка 280 километров. Нейтрино походили быстрей, чем свет. Чуть-чуть. То есть, нам на секунду дело изменилось. Ну, это как раз объяснить несложно. А почему? Они просто померили координатную скорость, которая может быть сколько угодно больше скорости света. Координатную скорость, что в нейнофициальной системе отчета связаны с ним. Думаешь? Может быть, но... А что, они не разбираются, что ли, не физики? Нет, дело в том, что такое понятие, дело в том, что большинство физиков как бы придерживаются с Настериной Штейнской формулировки специальной теории относительности, которая не допускает никаких других форм интервала, кроме интервала Белерриевского. Поэтому понятие координатной скорости там просто остутствует в этой формулировке. А вот, допустим, в лекциях по теории относительности, в которой выгул угодно, там это все четко расписано, как бы показано, что координатная скорость там, допустим, в произвольной системе отчета. Что значит, как координата? Ну, то есть... Проекция на какую-то просто производная координаты по временной переменной. Расчетная. Ну, у тебя инверсальная система, если у тебя пойдет свет, то он пойдет немножко криво, да? Ну, условно говоря. Да. А если у тебя ты возьмешь и померяешь напрямую это самое расстояние и поделишь его на время прохождения, то у тебя ясно, что она может быть чуть другим. То есть у тебя скорость может быть даже выше скорости света. Но здесь. Я не знаю, я не уверен, что это правильное объяснение, потому что физики опять напряглись и после этого дело это опять объяснили. Они решили, что у них где-то штекер волновода вставлен был неправильно. А что, повторить нельзя было, что ли? Ну, считаю, что повторили, другая группа. После этого руководство вот этого первой оперы уволилось, вот был скандал, после этого ничего, как бы тишина, ничего нового я не видел. Решили, что это был экспериментальная ошибка. Вот так. Тем не менее, я бы отнесся к этому экспериментальной ошибке, если бы не было вот этой самой сверхновой. Поскольку есть вот эта самая сверхновая, то можно говорить, что скорость света, быть может, нейтронавижусь со скоростью света. Вот. В чем еще состоит другая проблема? Оказалось, что у нас помимо стандартной модели, у нас помимо электрона есть его близнецы быстрораспадающие. Мион это он. Значит, если мион весит 100 электронвольт, для сравнения электронов весит половину киллоэлектронвольта весит лептон, 100 киллоэлектронвольт весит мион и тоон весит соответственно 2 гигаэлектронвольта. Соответственно, для них каждое из них есть для каждого из них есть соответственно собственно нейтрина. То есть у нас три частицы три лептона, электрон с античисли мион с антимионом, тарион с антитарионом. К каждому соответствуют по два нейтрина, прямое и обратное, то есть нормальное и антинейтрино. Вот. Как они распадаются? Ну вот, например, у тебя мион, он распадает следующим образом. Он так вот летит, после его там оказывается электронная мионная нейтрино, потом электронная нейтрино и плюс еще, значит, скажем, электрон. Вот так он распадается. Выяснилось, неожиданно было предложено с этим вести так называемое лептонное число. Лептонное число это лептонный заряд, который присущ только лептону. Ничего другого он в мере не присущ. Для электрона он, скажем, единица. А для антинейтрино вот этого электрона он минус единица. И вот вы смотрите, нейтральная частица нейтрон в лептонном смысле, она распадается на протон, на другую нейтральную частицу, на электрон с лептонным зарядом плюс единицы и с этим зарядом минус единица нейтрино. И считается, что он где всегда сохраняется. Ну, в чем здесь проблема, казалось бы? Ну, придумали еще одно квантовое число. А под него до сих пор калибровочное поле не нашли. Что такое калибровочное поле? Калибровочное поле, когда у нас есть какой-то там гамильтониан А. Да? И мы хотим, значит, с этим гамильтонианом сделать, чтобы он был инвариантен на цветы некоторой группы. А он не инвариантен. Тогда мы берем к нему, добавляем функцию, скажем там, А плюс АВ какую-то функцию и плюс еще другой состав В. И оказывается, что вот у нас здесь была некая свободная частица, которая полевым образом взаимодействует каким-то другим полем В. Вот это так называемый калибровочный принцип здесь. Так вот у нас все практически частицы, закон сохранения заряда, что-либо еще, это калибровочные поля. А вот лептонного поля никакого такого калибровочного поля не нашли. В этом смысле оно уникально. Ну, начали сразу же думать после этого. Для мионного нейтринного, таеного нейтрина и, значит, лептонного нейтрина существуют собственные лептонные поля, лептонные заряды. Эти лептонные заряды всегда сохраняются, сохраняется их сумма. Вообще, во всех реакциях обычных лептонные вот эти поля каждый по отдельности сохраняется. Но было открыто некое такое явление, нейтринные осцилляции, и выяснилось, что сохраняется только их сумма. Для чего нам нужны нейтринные осцилляции? Потому что у нас существует старая проблема Солнца. У нас перед нами есть Солнце, да? И считается, что оно почему светит? Ну, Гегель полагал, что это раскаленный шар. Вот оно и светит. На сегодняшний день мы стали немножко богаче, и мы понимаем, что оно светит не потому, что оно раскаленный шар, а потому что оно... там происходит термоэдиальная реакция. Происходит каким-то не очень странным образом. Мы знаем, что килограмм Солнца светит меньше, чем килограмм павших листьев. Энергию не дает. Мы знаем, что на Солнце даже можно было попытаться слетать. Почему? А оно холодное очень. Но температура поверхности всего 6000 градусов. Вот рени там плавятся у нас на 4000 градусов. Если бы не эта корона, которая солнечная, которая окружает Солнце на полтора миллиона этих, то можно было постараться взять с собой большой холодильник, сделать стенки там из какого-нибудь тугоплавкого материала и слетать на Солнце просто. Солнцеход. Солнцеход бы там ходил по нему, ползал бы. Потому что холодное. 6000 градусов – это небольшое. Старый же анекдот, что партии правительства постановили советским космонавтам слетать на Солнце. Они говорят, ну как там же оно расплавится, а вы ночью летите, когда Солнце не видно. Ну вот так, да. Вот. Это вот эта самая вещь. И поэтому сейчас принято было считать, что там внутри, вот в недрах идут термоядерные реакции, потом они сквозь точку Солнца прорываются и у нас здесь происходит определенного рода свечение. Но раз там идут термоядерные реакции, значит у тебя должны быть и происходить соответствующие нейтринные выбросы. Их начали мерить. И выяснилось, что нейтринный выброс у нас оказался в три раза меньше, чем он нужен. Потом физики тоже начали думать над этим каким-то образом. И решили, что это происходит. Почему? Потому что нейтрино, по ходу, пока она летит, превращает два определенного водопревращения. То есть она приходит меонная, это онная нейтрино. И это было долгое время гипотеза, но вот уже три года, как в одиннадцатом году, эта гипотеза подтвердилась. И выяснилось, что действительно нейтрино пока летит, оно может произвольно происходить переход в другие формы. Но происходит тогда, когда массы вот этих нейтрино, во-первых, отличны от нуля, а во-вторых, примерно равны друг другу. И появился специальный вид спорта физический. Давайте померяем массу нейтрино. На сегодняшний день примерно принято думать, что масса нейтрино достоверно меньше одной десятой электрон-вольта. То есть она ничтожно маленькая. Ни киллоэлектрон-вольта, ни чего-то. Одна десятая электрон-вольта. И это некий специальный спорт. В физике есть несколько видов такого спорта. Ну, во-первых, тождество инерциальных и гравитационной массы, которые меряют до произвольного знака. Меряют и меряют, все точнее и точнее. Второй спорт, а ну-ка измерим массу Плутона. С каждым годом она все меньше и меньше. Меньше и меньше Плутон. Меньше и меньше. И третий спорт, вот эта масса нейтрино. Она тоже с каждым годом все меньше. На сегодняшний день утверждается, что масса его, это одна десятая электрон-вольта, она меньше электрон-вольта. Вот масса. И ситуация продолжает уточняться. Это ничтожно мало. С другой стороны, его скорость равна скорости света, даже в самом лучшем случае. Это означает, что масса его должна быть равна нулю. А если масса его равна нулю, значит, не может быть никаких нейтрино-осцилляций. И это вот тоже представляет из себя некую фундаментальную проблему, связанную с нейтрино. Ну, давайте постараемся тогда их перечислить напоследок, да? Если есть асцилляция, значит изменение массы. Откуда масса-то меняется? Не меняется. Если у тебя асцилляция и есть, то масса всех трех видов нейтрино приблизительно одна и та же. Для того, чтобы была нейтрино-осцилляция, важно, чтобы каждая из них обладала какой-то массой. Я понимаю, асцилляция за счет чего? Откуда берется дополнительно или куда уходит излишек? Асцилляция заключается в чем? Потому что в один вид нейтрино приходит другой вид нейтрино. Ну, отличается это вид нейтрино чем? Они отличаются собственным электронным зарядом. А массой они почти не отличаются. Масса каждого... Если они отличаются зарядом, то куда одевается заряд, откуда берется? Ну, вот где-то закон о сохранении электронного заряда по отдельности считается. А есть электронный заряд сохранения во всей сумме. То есть, если мы просуммируем все электронные заряды, все эти штуки, то он будет сохраняться. Ну, а что, масса его сохраняется? Ну, заряд-то куда уходит? Лептонный. Лептонный. А у нас же закон о сохранении разведывается какой-нибудь симметрии. Да. Вот и колебовочная симметрия, я их говорю, да. А там нет ничего такого. И чтобы, кстати, чтобы нейтринной асцилляции сделать, потребовалось модернизировать основные полагающие уравнения стандартной модели. Но, тем не менее, они как бы считают, что они подтверждены. Вот давайте я просто еще раз повторю вот эту самую вещь еще раз. Значит, наши проблемы. Проблема нейтринной смерти. Что мир поздно или рано превратится. Значит, в один большой поток нейтринов. Как подожди, но, условно говоря, нейтрин распадается, там сообразуется протон. Там помимо нейтрин. Ну, протон еще тоже останется, безусловно. Протон же. Останется. На сегодняшний день стабильная частица. Это я осознаю. И электрон тоже. Я осознаю, да. Но, тем не менее, нейтрин останется все больше и больше. Вот это, условно говоря, вот такая нейтринная смерть. То есть все вот упростится до такого вида, что будет две частицы стабильных, то есть на сегодняшний день протон и электрон. И плюс нейтрино, которое тоже стабильная частица. Правда, что-то оно осцелирует. И вся красота вселенная будет сейчас о том, что у тебя будет лететь сквозь него нейтрино. А, кстати, вот что-то установить нам нужен размер воды, да, размером трех-четырех световых лет, чтобы остановить, грубо говоря, нейтрино. То есть, представляете, да, что это такое? Каких масштабов, как плохо оно взаимодействует со средой. Вот, я не скажу, что я в особом восторге в существовании вот этой самой частицы. Оно возникло странным образом. Оно живет странным образом. Оно преподносит все время сюрпризы какие-то странные. Все это очень-очень странно. Но если какой-то человек попытается задачку нейтрино когда-то разгрызть, ему, на мой взгляд, вот то, что я перечислил, вот эти самые проблемы, мы всегда надо иметь перед собой. Почему, я спрашиваю, нейтрино появляется везде, а взаимодействие само по себе с веществом очень редко. Ничто так редко не взаимодействует с веществом, как нейтрино. Вот с таким сечением. Может, это некого рода вещь, которая как бы затыкает дырки проблемами? Да. Это вот первая версия она состоит именно в этом. Что действительно у тебя есть проблема. Отсутствие дискретного характера спектра при бета-излучении. Отсутствие закона сохранения. И в этом первая была идея, что нейтрино это такая штука, которая заткнула дырки. Ну, если даже не было нейтрино, собственно, с чего он должен быть дискретный этот спектр? Ну, потому что у альфа и гамма он дискретный. Но там это связано с дискретностью энергетических переходов между различными уровнями ядер. Ну. А здесь-то какой? Ну, нейтрон у тебя распадается на протоны. Да, почему всякий раз по-своему. У тебя, если есть нейтрон, то у тебя должен быть вылетать электрон все время одной и той же энергии. И протон одной и той же энергии. А они у тебя всякий раз вылетают разные. В общем, да. Да. Плюс нету закона сохранения. Вот. Вот это вот, видите, я тоже полагал, Булат, примерно так, как ты, что, в общем-то, это вот такая штука, которую решили заплатку поставить. Такая неудачная заплатка. Ну, с другой стороны, вот этот у меня эксперимент, самый первый, связанный с кадмием, растворённым в воде, он меня во многом убеждает. Есть вот ощущение, что всё-таки эту самую частицу и нашли. То есть нам надо очень хорошо покритиковать этот эксперимент, чтобы понять, что у нас здесь происходит что-то другое. Вот. Ну, после того, как вот эта заплатка появилась, нейтрино, оно начало порождать проблемы. Ну, самая вопиющая из них – это проблема сфер-световой скорости нейтрино. Вторая вопиющая из этих характера – это состоит проблема нейтринных осцилляций, с какой стати они будут. Третья проблема – это проблема лептонного заряда. Он есть. Тебе я здесь из них упустил, просто нейтринные осцилляции. А как обнаружили, что им изменяется нейтрин, допустим, сфер-световой скорости? Я вот, видишь, я немножко сам это упустил. Просто они посчитали, взяли реакции ядерные, да, в реакциях, ну, на ускорителях, с которых должны выходить были нейтриноприлевного типа. И построили рядом нейтринный телескоп и начали считать, что у тебя выходит. И по пути выяснилось, что у тебя часть нейтрина превращается в другой тип. Вот так я себе это представляю. Хотя самые оригинальные статьи я не читал, могу сказать честно. Ну, сегодня у Сунгера поставили его эксперимент и выяснили эти эксперименты, да? Да. Потом это же очень сложный эксперимент, вы понимаете, да? Что когда у нас там счет нейтрино идет на штуки, а не на десятки, то вот эксперимент очень такой. Мне еще не нравится, что нейтрин много, всяких раз. Что каждому из трех лептонов. Но это странно, на самом деле. К каждому из них они свободны. Потом лептоны друг друга не приходят просто так. Это похоже, что есть какие-то параметры, которые просто не учтены. Лептоны в них сами друг друга не приходят. Они стабильны в этом смысле. То есть, конечно, они распадаются. Меон распадается и превращается, в конце концов, в электрон. А эти вот просто летят через космос и захотели, в один тип превратились. Захотели, в другой тип превратились. И, возможно, не имею в виду некий параметр, который дописывается как неуклюже, который не учтен. Ну вот. Ну и, разумеется, когда у нас появляется электронный заряд, оказывается, что его каким образом является вставить наше представление симметрии. То есть, мы берем некий гаминтониан или лагранжан, что хочет, чтобы он был относительно некой группы преобразований, то есть группы симметрии, сохранялся. У нас это не получается. Тогда мы к нему приписываем еще дополнительные компоненты. И все вместе, вместе с некоторым полем, он у нас преобразуется именно так, как нам надо. А вот это, его дописывание, как бы оно превращает у нас в некое дополнительное взаимодействие, или калибровочное поле. Ну, самый простой пример – это гравитационное поле в общей теории относительности. То есть, у нас, грубо говоря, мы деформируем пространство-время, и это оказывается у нас неким полем, которым является гравитация. Ну, это как раз пример неудачный, самый простой пример – это электрический заряд. Да, самый большой, да. Самый простой тогда заряд, да. Вот. То есть, вот такая вот у нас вещь получается. А здесь вот ему, этому лептонному заряду до сих пор не удается приписать никакой калибровочной симметрии. Вот, вот так приблизительно. Ну, с философской точки зрения, сам факт, что существует такая частица, которая не взаимодействует с веществом, немного странно. Да, вот это условие несимметричности, она очень странная. То есть, она все-таки появляется, но почти никогда с веществом не взаимодействует. То, что ненаблюдаемое, оно не должно существовать. А тут получается, что вроде оно как-то ненаблюдаемое, косвенно, косвенно наблюдаемое. Чуть-чуть-то наблюдаемое, да. Косвенно, косвенно, чуть-чуть наблюдаемое. Нет, ну, получается, что, почему так, такое плохое взаимодействие с существом, что нейтроны как бы участвуют только в слабых взаимодействиях, больше никаких других. Да. А они слабые, они на то и слабые. Да. Ну, нейтрон тоже, а нет, нейтрон еще сильно участвует, да. Да. Ну, вот он так, вот такое, но вот странное. Ну, просто слабым-то образом у нас почти очень много чего распадается. У нас бетро-распад очень распространен в природе. Все во всех его модификациях. Никак, никак. Ну, вот очень хотелось бы дождаться, дожить до того момента, когда удастся дождаться еще распада какой-нибудь сверхновой. И узнать, что там будет у нас. Да они бы распались просто, дождаться, когда, например, к нам придет. Да. Дождаться хотя бы, чтобы пришло нейтрино, а уже о световом точке. Все равно случилось, но просто до нас не дашло очень. Если случилось. Почему оно мне сегодня важно? Потому что сегодняшняя наша встреча будет посвящена совсем другому. Но мне важен очень простой факт. Мы сегодня будем обсуждать, насколько действительно термоядерный синтез идет в природе, где он есть. И у нас вот это наличие нейтринных осцилляций является одним из подтверждений того, что верна стандартная теория Солнца, которая состоит в том, что источник света Солнца состоит в том, что там идут термоядерные реакции. Вы говорите, как термоядерная смерть Солнца? Ну, это из этой же оперы, да. Но вот это важно. Это вот такое подтверждение. Потому что пока, до последних лет, буквально двух-трех, когда не было у нас нейтринных осцилляций, мы о них ничего не знали. Хотя идеи нейтринных осцилляций выдвинуты еще в конце 50-х годов. То у нас, как бы, эта стандартная модель термоядерных реакций на Солнце, она повисала в воздухе. Я небольшой по этому делу специалист, но там много что-то меня смущает. А вы понимаете, что языковая, как это надо? А? Потому что она такая замечательная и странная. Вот такая замечательная и странная, да. Всюду рождается, при этом вечно несохраненность, с веществом не взаимодействует. Парить над всеми, через каждые наши сантиметры в секунду проходят там не то, что миллиарды и триллионы нейтрино, а гораздо больше. Мы его не замечаем. По имени богослову есть о чем подумать. Да, то есть оно просто вот частица Бога. Всюду возникает, превращается в ближних своих, в других нейтрино. Может быть, это Дух Святого ловит? А, да, забыл сказать. И проблема массы, она остается очень важной. Вот этот спор, связанный с тем, что мы должны померить массу нейтрино, но с каждым годом все меньше и меньше, но тем не менее мы знаем, что оно есть. И говорит, что Дух Божий летает. Да, да, нейтральный Дух Божий летает над миром, да. И говорит, что Дух Божий Гузька